Прошло шесть лет Король Карл IX умер. Трон должен унаследовать герцог Анжуйский, поскольку его старший брат Генрих уже коронован в Польше. Этого не может допустить Екатерина Медичи. Она жаждет видеть государем Франции своего любимого сына Генриха де Валуа. Следуя воле матери, Генрих бежит из Польши, отказавшись от польского престола и становится королем Франции Генрихом Третьим. Герцог Анжуйский потрясен коварством матери и продолжает рваться к власти. Его честолюбие и амбиции подогревает герцог Дегис, клоняя к заговору против брата. В действительности Дегис, как принц крови, сам мечтает о троне. Генрих Третья окружает себя фаворитами, которых ненавидят французы и презрительно называют их миньонами. Герцог Анжуйского поддерживают анжуйцы, дворяне, состоящие у него на службе. Их возглавляет граф де Бюсси, полководец, блестящий кавалер, первая шпага Франции. В борьбе за корону все претенденты вновь используют религиозную вражду католиков и протестантов, гугенотов. Франция стоит на пороге новой гражданской войны. Мы прибыли. Это здесь. Позвольте, я помогу вам, госпожа. Сударыня, нам было поручено сопровождать вас до этого дома. Наше поручение можно считать выполненным. Сударь, я могу только поблагодарить вас. Я хотела бы вознаградить вас чем-нибудь более существенным, но у меня ничего нет. Не беспокойтесь, сударыня. Мы щедро вознаграждены. Я еще раз повторяю. Забудьте эту дорогу. Забудьте эту даму. Забудьте этот дом и эту дверь. За мной. Забудьте эту даму. 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 Забудьте. Забудьте эту даму. 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 Эх, друзья мои. Если б вы знали, какое славное вино подают тут в одном местечке неподалеку... Майн гоуд. А я бы закатился прямо сейчас к Майонет в тёплое гнёздышко. Ох, как я хотел бы оказаться там. Помяните моё слово, всё это кончится изгнанием. Кому-то из нас непременно придётся отвезти Сен-Люку свадебный подарок. Приказ короля немедленно убраться из Парижа. Ну, такой подарок я готов ему отвезти хоть сейчас! Господа, наш король великий человек. Несмотря на то, что этот негодяй Сен-Люк виновен в государственной измене, король решил оказать ему честь. Мы всё-таки едем во дворец Монморен. Здравствуй, король! Мы всё-таки повеселимся сегодня. Да, точно. Да, счастливчик этот Сен-Люк. Он проскочил между молотом и наковальней, даже не прищемил себе хвост. Сомневаюсь, сомневаюсь, господа. Наш король охотник, и прежде чем прикончить добычу, он даст ей в волю побегать. Да. Ату! Ату Сен-Люка! Ату Сен-Люка! Не будет терять времени, господа. Король попросил прибыть на свадьбу раньше его. В самом деле, не будем терять время. Я очень надеюсь, что герцог Анжуйский пришлёт туда своего ненаглядного бюсси. Король так и не посетил нашу свадьбу. В чём вы провинились перед королём, господин Дессон-Люк? Моя дорогая Жанна, я вам всё объясню, как только эта грозная туча рассеется. А она рассеется? Должна. А, вот и самолетар. А, молодец. Мgradesар, энов. Их она исчезла. Немного. Спасибо. Наш бедный друг На сей раз ты действительно пропал Король гневается В самом деле, Судлюк, какого дьявола ты собрался жениться? Ты же знаешь, как король ревнует своих приближенных Плохо дело, дружище Плохо Нет ни короля, ни герцога Анжуйского Даже этот бахвал Бюсси не соизволил явиться Его величество, король Франции, Генрих Третий Валуа Наконец-то Ну, теперь мне уже ничего не страшно И если еще появится герцог Анжуйской Я буду совершенно счастлив Бог мой присутствие, короля, пугает меня больше, чем его отсутствие Его величество, король Франции, Генрих Третий Валуа Что здесь происходит, господа? Государь, там шут ваш шику Он вырядился точно так же, как ваше величество Действительно похож Послушай, Мэттор Шико Два короля на балу Слишком большая честь для хозяев, а? А, кулитак Позволь мне сыграть роль короля Я буду царствовать, а ты танцевать Я выложу весь набор ужимок, подобающих королевскому величию А ты малость поразвлечешься, мой бедный король Ты прав Я, пожалуй, займусь танцами Я, пожалуй, займусь танцами Как я ошибался, опасаясь гнева короля Совсем напротив Его величество в редчайшем расположении духа Дорогой, ну, наконец-то! Не покидайте меня, пожалуйста Так надолго все-таки у нас свадьба Вы знаете, с тех пор, как король здесь, он не перестает мне улыбаться? Когда мы возвращались с венчания, дорогая Жанна, его взгляд пугал вас Тогда его величество было в дурном настроении, а теперь... Теперь еще хуже Милая Жанна, король, по всей видимости, приготовил для нас какой-то подлый сюрприз Боже мой, не смотрите на меня так нежно Лучше отвернитесь от меня А, вот и шикон Весьма кстати Я умоляю вас, Жанна, задержите его Постройте ему глазки Приласкайте его, приголубьте Знаете, сударь, если я последую вашему совету, то могут подумать... Пускай подумают, очень хорошо, если подумают Ну что, сударыня? Я все слышал Вам приказали строить мне глазки Учитесь, сударыня, учитесь Вам теперь часто придется бывать при дворе А там свои законы Законы лицемерия, законы притворства Да, да, да Ну представьте, что я зеркало в вашей спальне Вы же строите рожицы перед зеркалом у себя в спальне Страшки строите, я знаю Вот, 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 получается хорошо Сын Люк Я здесь, государь Вы меня спрашивали Не воспрещается ли вам ходить к Мессе Я вам сразу сказал Что вы вольны в своих поступках Но лучше бы вам было не выходить из дома Вы мне не поверили Случайно или по воле рока Герцог Анжуйский видел вас сегодня В церкви святой Екатерины Это правда, сударь Но я не уверена, узнал ли он меня Ваше сходство с женщиной, которую она плакивает Показалось ему поразительным Я надеюсь, что он меня забыл А я уверен, что нет, сударыня Тот, кто видел вас хотя бы раз, забыть уже не сможет Поверьте мне, что я и сам пытался сделать это Но у меня ничего не вышло Герцог Человек недобрый И мстительный Он обязательно попытается выяснить, кто вы такая Господи, вы меня пугаете Нет Я говорю лишь то, что есть на самом деле Что же делать? Сударыня Вам хорошо известно условие, при котором я мог бы просить Защиты у Его Величества для вас Но, может быть, опасность не так уж велика Время покажет Время покажет, сударыня И все-таки, став графиней де Монсоро Вы могли бы не опасаться преследования герцога Луи де Клярмон Граф де Дуси Сеньор де Амбуасс Э, Бюси Это возмутительно Я навыпускал кучу указов против роскоши Я выпущу новые И буду их множить и множить Если они недостаточно хороши Пусть их, по крайней мере, будет много Но, клянусь рогом Вильзевула, моего кузена Четыре пажа, господин де Бюси Это слишком Эй, ты там Ты куда? А ну-ка, постой Эй, Бюси Да что же это такое? Бюси де Амбуасс Луи де Клярмон Граф де Бюси Я смотрю, у вас не докличишься Пока не перечислишь все ваши титулы Вы что, не можете отличить Настоящего короля от шута? Господин де Бюси Вы не слышите, вас зовут? Извините, ваше величество Иные короли так похожи на своих шутов Что ошибиться весьма нетрудно Простите, что я принял вашего шута за короля Что он сказал? Ничего, государь Ровным счетом ничего Нет, государь Мэтр Бюси Вы рядите в золотую парчу Всякий сброд А сами Вы, вы дворянин Полковник Потомок Клермонов Принц, наконец-то Являетесь на бал В простом черном бархате Это что, наряд для бала? Да это траур для похорон Государь Я делаю так потому, что в наше время Всякий сброд Всякий сброд Наряжается как принцы А хороший вкус требует от принцев Чтобы отличить себя Одеваться как всякий сброд А ну не смейте Расскорблять моих любимчиков А не то будьте короля раскороля А возьму и обнажу шпагу Не хуже всякого шута Если Шуко будет продолжать свои шутки в том же духе Я его поколочу Не суйся, куда тебя не просят, Мужерон Шуко дворянин Весьма щепетелен в вопросах чести Ну хорошо, впредь будьте осмотрительны без сил Простите, Ваше Величество Король поставил себя в дурацкое положение Позволив шуту занять свое место К тому же он здесь Не самый дерзкий Это касается Дебюсси Он стал совершенно невыносим Если бы кто-нибудь избавил меня от него Я был бы очень рад Я должен вас предупредить, господа Что сразу после бала Я отправляюсь на охоту На охоту? Да, отлично На какого зверя? На кабана Король изъявил желание Увидеть завтра на обеденном столе Кабаню Голубу Понимаю С отложным воротничком по-итальянски А ты верил, что король? Вполне уверен Ну что ж, отлично Ну тогда на охоту Ну как мы будем охотиться? Я думаю, устроим засаду Засада всего надежнее Да Кирюз, дружище, уймись ради бога Да уймись ты сам, если сможешь Кирюз, подумай о герцоге Анжуйском Ведь это он стоит за спиной в Бюсси Кто может быть страшен людям французского Короля Если нам будет угрожать опасность Король сумеет нас защитить Ну вас, ну не меня Да пропади ты пропадом Какого дьявола Ты бы думал жениться, а? Ты же знаешь, как ревнует король Своих друзей Иди беседуй с королем Выполняй свою миссию Миротворца В этом весьма преуспел Постой Только не вздумай Предупредить Бюсси Не надо Тогда ты совсем пропал Ага 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 Дальше Ваше высочество Мне удалось узнать Что дом снят на год Апартаменты дамы На втором этаже И я уже Изготовил ключ От входной двери С такими козырями на руках Мы можем начинать партию Да Сегодня же ночью Меня поразило сходство Этой дамы с той погибшей красавицей После ее гибели Меня мучают кошмары Я должен раскрыть эту тайну Монсеньор Не терзайте себя Ну что за беда Если с вашей великолепной перевязи Соскользнула бы Одна из многочисленных Жемчужин Кстати Вы не собираетесь присутствовать На свадебном балу У Санлюка Ведь там будет король Какое мне до этого дело Я послал туда Бюсси Надеюсь ему удастся Завязать там добрую ссору И заколоть кого-нибудь из этих Миньонов Я в этом не сомневаюсь Монсеньор Мы будем на улице Сент-Антуан За час до полуночи Хорошо Монсеньор Наши друзья Господа Обратите внимание Как они разжателы Ох, какие красоты Ну все, господа Поприветствуем Опять Давай А как вы думаете Что они обсуждают Держу пари Они изобретают Новый крахмал Для воротничков Нет, господа Вы ошибаетесь Мы сговоримся Отправиться на охоту На охоту? Вы шутите, злойте Для охоты нынче Очень холодно И боюсь У вас вся Шкура потрескается Не беспокойтесь А на кого же Вы собираетесь охотиться? Уж не на жаворонков? Нет На кабана Вот как Нам нужно непременно Раздобыть его Голову А зверь Уже поднят Но надо же еще знать Где он пройдет Уж мы это разузнаем Кстати Не желает ли господин Дебюсси Поохотиться с нами? Я очень благодарен Господин Декилюс Но к сожалению Я занят Завтра мне надо быть У герцога Анжуйского На приеме Графа де Монсуро Ну А сегодня ночью? Сегодня ночью я тоже Не могу У меня свидание В одном доме В Сент-Антуанском предместе Неужели Королева Марго Инкогнито вернулась в Париж? Нет, господин Дешомберг С некоторых пор я отказался От этого наследства Речь идет О другой особе И эта особа ждет вас В одной из улочек Сент-Антуанского предместия? Совершенно верно Господин Деможирон Но парижские улицы Ночью небезопасны Какую дорогу Вы мне посоветовали бы избрать? Черт побери На вашем месте, сударь Я воспользовался бы паромом В Преоклярк Затем пошел бы по набережной Если вам удастся без особых неприятностей Преодолеть Турнельский дворец Это небезопасно Да То вы окажетесь на улице Сент-Антуан И постучитесь в двери Вашего таинственного дома Я благодарю вас за столь подробное Описание дороги, господин Декелюс Будьте уверены Что я не свернул с этого пути Однако здесь становится скучно Пойдемте, господа Решительно с этим народом Не о чем больше толковать Прошу прощения Жанна, дорогая Господин Дебюси Сейчас собираются уходить Я умоляю вас Задержите его Но зачем? Так надо Ладно, но я надеюсь Что в последствии Вы мне все объясните Господин Дебюси Господин Дебюси Весь Париж с восторгом говорит о вашем последнем сонете О да Сделайте мне подарок Прочтите Ну пожалуйста Охотно, сударыня А здесь не очень удобно Прошу вас Прошу прощения, господа Конечно, конечно Великая фантазия творца Я славлю мысли вечное движение Все мы Лады его воображения Но неудача Или достижение Не можем Разобраться До конца Мы Разные В одном лукавит плоть Другой рассудком Покоряет страсти И слава Богу Что не в нашей власти То изменить Что даровал Господь Ну что ж, господа По такому маршруту Кабана будет Совсем нетрудно выследить Итак, решено Угол Турнельского дворца В самом начале улицы Сан-Тантуан Хорошо, может быть Прихватить с собой Лакеев? Ни в коем случае Я ненавижу Бесси Но я счел бы себя опозоренным Если позволил палке Лакея прикоснуться к нему Бесси дворянин С головы до ног Что случилось, господин Дессан-Люк? Почему у вас такой взволнованный вид? Сударь, я искал вас Вы искали меня? Милая Жанна Король уезжает Попробуйте задержать его Мне нужно сказать господину Дебесси Два слова с глазу на глаз Господин Дебесси Я благодарю вас, Сосанет Он был великолепен Ну так что? Что же вы мне хотите сказать, господин Дессан-Люк? Сударь, я хочу сказать Что если у вас назначено свидание на сегодняшний вечер То попробуйте перенести его на завтра Что-что? У меня и в мыслях нет Что человека подобного вам Можно чем-нибудь напугать Боже упаси, но Подумайте хорошенько Дессан-Люк, где ты? Иду, государь Я тебя жду Будьте осторожны Господа, я ухожу Мы с тобой Я присмотрел Чертовскую хорошенькую плотину Вот насчет воротничков Ну что ж Честь имею приветствовать вас, господа До завтра Встретимся у герца Ганжуйского Как, разве мы не едем с тобой? К сожалению, нет, господа Я должен забрать письмо Которое пришло издалека Я обещал Ганцу Что прибуду туда один Без провожатых Дабы никого не скомпрометировать И тебя не беспокоит То, что наболтали эти мерзкие миньоны Черт возьми Это прозвучало как вызов Вы о чем? А-а-а Охота на кабана По-моему, вы слишком серьезно Отнеслись к болтовне этого сброда Сегодня они выслуживались перед королем А на самом деле Это просто ленивые коты Которых надо стягать Чтобы заставить драться И поверьте, крепко стягать, господа Прощайте Письмо Уж нет Маргариты Леноварской? Неужели его не пугает Ужасная судьба Лямоли и Коконаса? Мне жаль бедного Бюсси Он никогда не любил И любовь не разочарует его Только в одном случае Если погубит его Что ты думаешь? Государь Я буду иметь честь сопроводить вас до насилок Почему до насилок? Нет, дружок Шико едет в одну сторону Я совершенно в другую Эти бездельники Твои друзья куда-то подевались И заставляют меня возвращаться в Лувр В одиночестве Я надеюсь, что ты не позволишь Можешь своему королю уехать отсюда Одному Коня Господину Десенлюку Впрочем Мои носилки достаточно вместительны И там хватит места для двоих Государь Я готов И я настолько предан Вашему Величеству Что по первому зову Последую за вами Хоть на край света Пойдем, дружок Господи Боже Неужели король опять чем-то недоволен? Он уходит Не попрощавшись Господин Дебресак Я благодарю вас За прекрасный бал Я чудесно провел вечер Ваше Величество Сударыня Я одобрю ваш выбор Господин Десенлюк Один из самых верных Моих друзей И я уверен Что он никогда не покинет Своего короля О Господи Вы уходите на всю ночь Не распорядится ли мне Подать вам ужин? Ты прекрасно знаешь, Жером Что удар в шпаде Вдвойне опасен Если он получен При полном желудке Боже мой Где это видно Чтобы принц Из рода Клермонов Шатался в одиночку По ночам И дрался На дуэли в подворотне Как безродный головорез Не ворчи, старик По крайней мере Будьте осторожны, сударь Оставьте меня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я пришел за письмом Проходите, сударь Вас ждут Благодарю вас Но я очень спешу Я прошу принести письмо Хорошо, сударь Я доложу Субтитры создавал DimaTorzok О, извините, судары Меня зовут Габриэль де Торинье Лой Клермон, граф де Бюсси Вам не нужно представляться, господин граф Я узнала вас сразу Моя королева показала мне медальон с вашим портретом Она не расстается с ним Кириллс, а какого черта мы оставили лошадей? Все правильно Лошади могли бы спугнуть дичь Должен вам заметить, господа Что время для охоты мы выбрали не совсем удачное Ужасно холодно Да, действительно, очень холодно Ничего, ничего Я полагаю, что Лучшего места для засады не найти Да? А если он все-таки поедет другим путем? Не волнуйся, я знаю Бюсси Так или иначе он будет здесь Нам остается только ждать Ну что ж, мы тут стоим Заходите в дом, господин Ториньси Мне очень жаль, но я не могу Почему? К сожалению, я назначил встречу нескольким моим друзьям Я не могу заставить их ждать Но неужели вы не зайдете в дом, чтобы немедленно прочесть письмо королевы Марко? Я прочту его позже В таком случае, господин Ториньси Вы самый хладнокровный из всех мужчин Пользовавшихся благосклонностью королевы Марко Увы, сударыня, я выше ценил бы эту благосклонность Если бы она предназначалась мне одному Надеюсь, вы меня понимаете Сударыня, поверьте, я всем сердцем хотел бы провести этот вечер в вашем обществе Но я действительно не могу отменить ту встречу, которую я назначил Это нанесло бы урон моей репутации Понимаю Да хранит вас Бог, господин Крам Я удачлив, сударыня И если позволите, я навещу вас завтра Я буду жить ожиданием завтрашнего вечера До завтра Где же он, чертова семья? Этот бешеный бюсси нам все правильно накаркал Да, такой же ночкой мы бежали из Варшавы в бытный с Генриха польским Ах, как мы драпали Еще немного, и у меня действительно вся кожа потрескается от холода Ну что ты так раскныкался, мажурон? Ну, закутайся поплотней в плащ, и ты перестанешь зябнуть Тебе легко, говорит Шамберг, ты немец и приучен к холоду У меня тоже руки замерзли Бедный ты, перно Ну почему ты не захватил с собой муфту твоей маменьки? Боже мой, да имейте же вы терпение Еще минуту, и я уверен, вы будете жаловаться на жару Да услышит тебя Господь Крюс По-моему, Господь его услышал Мы пришли По-моему, это не он Почему? Потому что их двое Ну и что? Он мог захватить с собой лакель Похоже, они собираются войти Неужели мы их упустим, господа? Ну а если это все-таки не он? Кто поручится, что это не он? Кому же еще здесь быть? Арильи, там он, сеньор Смотрите По-моему, там кто-то есть Там он, сеньор Они вооружены И, кажется, хотят напасть на нас Вы соблаголеете назвать себя? Или пожелаете сохранить инкогнито? Давайте войдем, Арильи Лучше выдержать осаду за дверью, чем перед дверью Но кто поручится, что за этой дверью нас не ждут враги? Довольно ждать, господа Мы атакуем их Черт Смерть ему! Смерть ему! Смерть ему! Господи Мне послышалось Вы угрожали смертью наследнику французского престола, господин Дакелюс Господа Герцог Анжуйский Смерть ему! Герцог анжуйский Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok